привет всем с вами киберзаки спрей всем привет мы да мы продолжим нашу любимую уже рубрику как для вас так и для нас это как же поднять свой ммр чек в доте сегодня кто же будет предметом нашего разговора сегодня у нас будет реки это тот случай когда нам не дали ни тимп ларку не вайпера ну либо что-то не получилось либо нам не уступили мид все таки и мы идем в легкую линию мы идем в легкую линию да поэтому нам нужен какой-то герой именно для этой линии чтобы выиграть хорошо что стоит купить в начале реки и как прокачиваться тоже в начале до 6 уровня вообще можно начать с того что почему именно реки вообще расскажи расскажи реки потому что он не фармящий герой то есть этот герой может убивать без артефактов а для поднятия рейтинга мы опираемся с вами на таких героев независимых от артефактов у него третий скилл позволяет вам наносить очень много дэмэджа даже если у вас одно пт то есть что покупать идем на линию берем щиточек тангусик флазочку то есть можно взять еще бренчи по 50 но я их последнее время не беру я понял что не бесполезно так как стики я потом не покупали на этом герое именно на этом герое стики вряд ли вам приходятся но только если там не знаю какой-нибудь ёжик стоит только если исключение то есть там ёжики бэтрайдеры такие то есть герои именно которых заряжают хорошо атака нужны как примерно прокачиваться до 6 уровня какой скилл билд до 6 уровня я иду через третий скилл вообще я на этом герой максу третий скилл то есть первый второй на раз и третий в макс это нам необходимо для того чтобы поставить и не то седьмого уровня и седьмого уровня просто бегать по карте и всех убивать так как мы веке преимущество у нас есть инвиз а в пабликах то 4000 рейтинга вообще очень редко покупают дастики центрики поэтому у нас будет так сказать неуязвимость хорошо а что ты скажешь о людях которые покупают на реки лотар shadow blade но это правильные люди как бы так стоит делать если ты если ты не качаешь ульту принципе нормально а вообще лотар это ну сами понимаете что это не серьезно жрет ману и ну разве что первая плюха придет нормально хорошо какой же и тем билд посоветуешь для реки и сколько есть вообще вариантов и тем билдов да да вариантов в тем билда очень много на реке но есть вообще у как у меня есть свой по которому я играю паблики которые вы их то есть для буста этом пил а есть это им билд то есть там турниры к в так далее то есть эти тем билды различаются то есть например на кого там мы можем взять диффуза можем взять бкб потом то есть такие артефакты для буста рейтинга в паблике я считаю диффуза вообще не нужны потому что их придется минут 15 фармить на линии а фармить нам вообще не надо так как пока мы фармим фармит вражеский войд например на другой линии и к тому моменту когда у нас будет диффуза у вайда уже тоже что-то будет желательно такого не допускать поэтому я беру первые вообще самый артефакт это сапог на линии второй это орбов вином с этими двумя артефактами я могу вражеского хардлайнера убивать в соло с третьего уровня то есть обычно у него нету сапога еще и я просто за ним бегу в спину режу за счет третьего скилла и замедляют счет орбов винома и у меня есть сапог то есть я получаю огромный бонус в скорость по сравнению с ним желательно также что если вы играете на рике чтобы всем вашим саппортом уйти с вашей линии то есть вы должны написать что вы один простоите ну исключение это если к вам дабла пришла в харду или трипла еще хуже то есть если против вас один герой стоит то вы можете с любым героем практически стоять один на один ну кроме наверное феникса какого-то вивера может та вот вивера которых вы не можете убить то есть такие герои которые инвиз плюс скорость вот например против баунти-хантера очень легко будет стоять на лиге один на один а вот с виром возникнут проблемы так как он быстро бегает в инвизи он будет пробегать давать тычку там ну короче разводить поэтому против них нужна помощь какая-то против остальных вы можете стоять соло далее вот получая 6 уровень то есть смотрю по ситуации либо я жду еще один левел чтобы за макси третий скилл было как можно больше дэмэджа либо я уже на шестом сразу ухожу то есть это все зависит от ситуации на карте если у врагов есть какой-то лесник что-то типа дума акса найкса фуриона то я не задумываясь на шестом уровне ухожу в лес к врагу и этого фуриона найкса я там врезаю несколько раз то есть вы реки вы бегаете вас никто не палит как бы это для вас легкие фраги к шестому уровню у вас обычно уже имеется пт орбов вином щиточек там и где-то бомжа нет читом же они покупают потому что удали щиток приходится продавать так как появляется много артефактов забивающих слоты об этом дальше вот то есть ну 100 терпов ведомом вы можете уже соло убивать седьмого уровня любого героя без блинка здесь и геросинвиз пойти даст и за 190 и тоже любого героя убивать окей какой следующий артефакт идет после пт следующий артефакт это владимир но это я так покупаю ну желательно конечно его на фармить к седьмому уровню на линии если что-то не получилось то уже в процессе гангов убиваете там часть покупаете но обычно я делаю к седьмому уровню у меня уже пт владимир орбов вином чаще всего имеется ну либо когда я уже бегу куда-то кого-то гангать камнем в куре лететь владимир для чего нужен владимир нужен для того чтобы не ходить на базу если мы собираемся убивать вражеских героев в их лесу или гангать там постоянно линии то нам нужно нужно иметь ману и хп и владимир это отличный артефакт который дает нам и бану и хп то есть мы убили героя пока мы минуту его ждем пока он вернется в лес мы фармим лесных клипов мы у нас есть вампиризм то есть если у нас похарасил немного мы отожремся и владимир восполняет ману то есть у вас получится вы его минуту ждете и за минуту вы 100 маны восполнить себя смотри вот я очень часто видел когда у реки там фб кучу фрагов в начале допустим либо полнейший фрифарм собирали ради типа в инвизе ходить полить стоит ли так делать и или нет и объясни почему так делать не стоит потому что если вы покупаете радик но вы в любом случае даже если вы всех убиваете вы раньше чем 13 минута его вряд ли купите если вы покупаете то вас получается сапог и радианс но это по-моему не то так как радианс он вам не дает возможности быстро убить то есть он просто палит когда вы врагов палите радианса то вы их вынуждаете провоцируйте на то чтобы они купили дасты или sentry потому что ну когда бегает коим быть cm когда по лесу вы за ней бегаете как дурачок и и поджигаете 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 то даже если вы не убьете или даже если вы убьете то есть она разозлится и любом случае купит центре или дасты потому что но этой дураку понятно Если Рики тебя жжёт, то надо что-то купить, иначе ты будешь сгорать. То есть вы, наоборот, этим самым провоцируете врагов покупать Вижн. А если вы покупаете за место Родианца другой артефакт, потому что, давайте подумаем, Родиан стоит 5000 чем-то, 5300 вроде. 3800 и 1300 свиток, 1325. Ну, короче, 5 чем-то он стоит, 5100. То, как бы, за эти деньги можно купить, например, Яшу и Владимир. И с этими двумя артефактами вы будете убивать точно так же, и даже быстрее, можно сказать, чем с Родианцем. Потому что Яша даст вам урона практически столько же, сколько Родианц. Так как она даёт ловкость, а ловкость нам ещё даёт и атаку, и сама ловкость нам ещё даёт третий скилл. Да, в третьей пассивке там же коэффициент от ловкости. Да, да. То есть, как бы, Родианц нет смысла покупать. Вообще никогда, я считаю. Ну, это если только фанишься. То есть, если весело там, всё очень просто. То есть, можно, конечно, его покупать, но если ты настроен на победу именно, вот, без фана, то не нужно. То есть, вот, допустим, ты говоришь, следующий артефакт можно взять Яшу. Ну, после Владимира, к примеру. Стоит ли из неё потом делать Сашу-Яшу для Рики? Да, конечно, для Рики очень хорошо Сашу-Яша заходит. Так как, во-первых, скорость, во-вторых, ещё и замедление. То есть, если Сашу-Яша сработает, вы замедлите врага и, ну, как бы, тем более его убьёте. Сашу-Яша для Рики хорошо. Но я обычно делаю как? Я делаю Владимир, потом делаю Яшу, потом покупаю какой-нибудь башер. Это чисто пабовская сборка, ребят. Такая самая тупая пабовская сборка, но она работает, самое интересное. Но иногда последовательность меняется из-за того, что, например, у врага там Лины, Леоны, и приходится после Владимира взять БКБ, например. Бывает такое, но это очень редко в паблике, поэтому вот чаще всего это Яша, Башера, потом уже остальные БКБ или Скади, или Саша-Яша уже там по выбору. А как тебе такая сборка, тоже очень часто вижу в пабликах, это МОМ и Башер? То есть первым артефактом после ПТ МОМ, потом Башер? Мне такая сборка не нравится, потому что когда у вас Рики, Рики это сам по себе точный персонаж, то есть у него ХП 800. Если вы включаете МОМ, то если вам что-то залетит в кабину, то у вас будут проблемы. На 30% больше проблем. Да, на 30% больше проблем, поэтому нет смысла покупать МОМ, так как, ну конечно, скорость атаки это круто, там еще если и Баш купить, ну обычно вот если вы покупаете МОМ и Башер, то это минутик 20 у вас будет, и враги уже могут купить Сентри, и с Сентрями вам очень быстро разобьют лицо под МОМом. Ну лучше купить другие артефакты, потому что МОМ на то, чем персонажи, это слишком уже пабовская сборка, это рассчитывая на то, что враги не купят никогда, не дасты, ничего. А какие вообще советуешь лейтовые артефакты на Рики? Лейтовые, ну это смотря какие против тебя герои, то есть это может быть и Бабочка, и Скади, и тот же Сатаник, вообще что угодно. То есть Рики это персонаж, ему в лейте можно взять много артефактов, ну как бы по разнообразию, то есть очень много артов. Это надо смотреть на героев, которые играют против. Можно и Супер Башер взять. Знаешь, какого я артефакта ни разу не видел на Рике? Это Мьёльнира. Мьёльнира? Я, кстати, не, я видел, хотя может и не видел. Ну да, это такое, ну... Кстати, а как вот думаешь, сработала бы сборка вот за 2700, вот этот электромолоток и Башер? Ты имеешь в виду вместе? Да, а потом собрать, естественно, большой Мьёльнир. Ну, конечно, она будет работать, в том плане, что... Ты имеешь в виду, как работать? Да, будет ли она эффективно работать? А, эффективно работать? Я ни разу не пробовал, так... Ну, вот представь, повесил ты на себя вот этот Статик Фит, пошёл, у тебя и плюс скорость большая, там, 55, если я не ошибаюсь, и Башер, 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 Башер. Ну, я думаю, это вряд ли будет работать. Ну как, обычно Рики убивают со скиллов, просто Мьёльнир — это дорогой артефакт. И вместе с Башером это, грубо говоря, ну, это много денег. Ну, за 2700 первый, сколько там, 30 скорости с чем-то, да? Ну да, 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 но можно собрать. Скорее всего, она будет, конечно, работать, но без Мьёльнира именно. То есть, если просто электромолоток и Башер, то можно побегать, поубивать. Но, опять же, это рассчитывая на самый такой паблик, потому что, если у вас нету ни Владимира, ни Яши, то есть, во-первых, враги от вас могут убегать, во-вторых, вы регениться не будете. Вот что происходит без Владимира? Без Владимира вы идёте в лес, убиваете героя, то есть ставите туман, два блинка, и маны у вас нет. У Рики маленький монопул, и вы бегаете, у вас осталось 70 маны. То есть, у вас не хватит дать туман и дать блинк. И, следовательно, приходится идти на базу, регенить маны, чтобы сделать следующий фраг. А Владимир, как бы он, не даёт. Ну, как бы, не то, что не даёт, то есть, вам не надо идти на базу. Понятно. Ну что, давай сейчас быстренько, поминутно повторим, какие примерно артефакты нужно, и закончим на этом выпуск. Ну, давай. Хорошо. Начальный закуп. Щиток, танго, фласочка. Пятая минута. Если всё хорошо, прям хорошо, ПТ, Орбов Веном, щиток. Десятая минута. Владимир, ПТ, Орбов Веном. Пятнадцатая. Плюс Яша. Плюс Яша, двадцатая. Плюс Башер. То есть, сначала Башер, потом Сашу и Яшу, да? Ну да, сначала Башер, потому что Башер эффективнее, чем Саша и Яшу. То есть, так как враги много раз от вас наумирав, будут пытаться делать ТП-ауты и так далее. То есть, поэтому Башер, он... Ну, как бы эффективнее то, что это Баш. Всё. Хорошо. Двадцать пятая минута. Двадцать пятая минута уже можно из Кадис собрать, то есть, уже зависит. Можно и БКБ купить. В зависимости от того, сколько вы убили людей-то. Да, или убили людей от того, какой там пик. Может, двадцать пятая минута вы уже трон сносить будете при такой игре. Ну, тридцатая, скорее всего, это снестили трон, правильно? Ну, скорее всего, да, но у меня бывали долгие игры, потому что вражеский керри всё-таки расфармливался каким-то образом. Получались игры по пятьдесят минут. Ну, такое редко бывало на Рике. Хорошо, вот самая лейтовая сборка, по-твоему, самая идеальная. Вот шесть слотов. Назови все шесть слотов. Ну, самое... Ну, тогда Владимир продавать, конечно, но шесть слотов это Бабочка Скади. Бабочка Скади. Бабочка Скади. ПТ-шечка Манта. МКБ-шечка. А почему Манта? И Кираса Мант, чтобы... Потому что... Блин, ты меня, короче, заструднение вставил. Потому что нам придётся в лете, как бы... Один Рики хуже, чем три Рики. Да, всегда три героя лучше одного. Да, так как будет шесть слотов, то иллюзии будут очень плотные. Поэтому Манта... Ну, Манта вообще в лете, то есть вначале она не очень. То есть ты предлагаешь разобрать Сашу Яшу на Манту, да? Можно, можно и так сделать. А можно и не собирать Сашу Яшу, то есть можно подумать и купить сразу Манту. Манта вообще это такой артефакт, что он на любом герое, ну, я имею в виду... В пределах разумного, на любом герое, он в лете становится очень сильным. Потому что в начале Манта, вот, любому герою купи Манту, ты её и занёшь, у иллюзий будет по 1000 хп, как и у тебя, и они будут просто отлетать там с рандомных скиллов, которые в них заедут. А в лете уже, если у тебя есть какой-то, допустим, Скадис, Саданик или Тараска, когда у тебя 6 золотом, то иллюзии вырезают хорошо, и они очень плотные. Ну, вот, пример тебе, Нага, например, Сирена, да? То есть она покупает Тараску, и у неё иллюзии уже становятся очень... А потом батерфля ещё. Да-да-да, то есть иллюзии уже очень плотные. Поэтому вот в лете Манта, да, она очень хорошая артефакт. Ну, хорошо, думаю, на этом мы закончим парики. Если у вас будут вопросы, конечно же, пишите их в комментарии. Не забывайте поставить лайк, если вам нравятся наши выпуски. Также не забывайте подписаться на Twitch Straya, его паблик, на меня, если вы до сих пор этого не сделали. Всем пока, всем пока. Прокачать свой аккаунт Dota2. Переходи по ссылке в описании.